всем привет в эфире самая модная программа фэшн и саупрофэшн и сегодня мы поговорим о бизнесе и моде мы находимся на полях петербургского международного экономического форума и конечно его главная тема это финансы и мы сейчас побеседуем с алексеем порошиным одна из тем дискуссий на панельных сессиях было дедоларизация алексей что вы скажете по этому поводу закончился 100-летний цикл как мы надеемся доллара до со времен создания брэйтон-вуденской системы сейчас пришло время создания новой резервной валюты мы надеемся что на ближайшее какое-то время это может быть юань на потом возникнет какая-то новая резервная валюта в котором которая будет работать глобальный мир мир прежде всего много полярные они а на полярные с главным гегимоном что мы видим сегодня что доллар пока еще остается валюты резервов доллар остается валюты долгов и валюты инвестиций и самый главный доллар все еще просто остается валюта мировой торговли самое главное то социальный эффект когда когда вы сегодня, приезжая в любую страну мира, имея зеленую бумажку в кармане, будете чувствовать себя раскованно и спокойно, и можете ей расплатиться. Также мы хотим сделать в много-много полярном мире, когда через запуск цифровых валют, через запуск новых различных обеспеченных стейбл-коинов мы сможем на наших отечественных распределенных реестрах, а мы знаем, что у России огромная база IT-специалистов, так же, как и в Беларуси, огромные команды, которые сегодня умеют разрабатывать качественные облучения технологий, мы сможем достаточно быстро создать новую мировую финансовую систему, систему, работающую в доли мини-мини-мини-свикунд, заменяющую SWIFT. Если посмотреть динамику, то каждый год мировая экономика только на системе SWIFT теряет, думайте, цифру 1,6 триллионов долларов. Это из-за ограничений, из-за низкой скорости, из-за возможности блокировки операций. Наша задача сделать сегодня четкую прозрачную систему, она именно на технологиях распределенного реестра, которая будет не зависеть от человека, не будет зависеть от каких-то субъективных факторов, и любой человек в любой стране мира сможет спокойно не расплачиваться. То есть не будет привязки к доллару, все-таки мы движемся к цифре, да? Мы однозначно, сегодня мир движется к цифре, это наше будущее, но этот процесс, я говорю, он не такой быстрый. Это здорово, это здорово. И у меня следующий вопросик, что вам понравилось на экономическом форуме в этом году? Вы знаете, я на экономических форумах уже больше 10 лет, здесь не может что-то нравиться, что-то не нравится, понимаете? У каждого человека есть свои задачи, есть свои-свои, там, у одного есть мечта, у другого есть цели, у другого есть текущие, там, политические задачи. Форум – это то место, чем интересен Питерский международный экономический форум всегда, это огромный, там, глобальный, мировой нетворкинг. Да, и здесь все зависит только от тебя, как бы не место, там, красить человека, а человек красит, красит, красит текущее-текущее место. И заключительный вопрос, мы поговорим о стиле. Скажите, вот мужчины готовятся к экономическому форуму и привозят, как правило, несколько костюмов. Сколько костюмов привезли вы? Ну, у меня стабильно, да, я всегда привожу три костюма. С учетом того, что форум идет три дня, потом еще 17-го числа в субботу у нас теннисный турнир, да, поэтому там свой-своебразный костюм. А так, помимо трех-трех костюмов, еще есть вечерние мероприятия. Вы знаете, что тут каждый-каждый вечер проходит более десяти мероприятий, это тоже своеобразная икона, да, стиль, показать в каком-то виде, какого у тебя тела-сложения. Надо еще и качаться. Как ты, как ты, как ты, как ты выдерживаешь? Ну, не каждый может выдерживать такую энергетику, когда ты с 8 утра на беззавтаках, а потом еще тебе до 4 утра нужно совместить, объездить там 7-8 мероприятий, показать, что ты классный, ты энергичный, ты еще можешь договариваться. Действительно, к этому надо готовиться, нужно быть с хорошей физической формой, нужно следить за своим функциональным состоянием, нужно заниматься спортом, нужно заниматься различными диетами. Это серьезный труд, это отдельное бизнес-направление. А вот скажите, мне показалось, что все-таки алкоголя стали употреблять меньше? Вы знаете, не скажу, не скажу про это, что меньше. Я думаю, думаю следующим. С учетом текущей ситуации в стране, во всем мире, это же огромный глобальный стресс, громаднейший стресс. И понятно, что люди, которые менее готовы справляться с этим стрессом, понятно, что они его запивают тем же самым алкоголем. Здесь, если брать на МЭФе, все-таки здесь лидеры, и каждый может себе позволить 1 миллион 300 тысяч рублей, во-первых, попасть на этот форум. И здесь люди понимают, что именно здесь и сейчас там творится история. И понятно, что они стараются быть и в тренде, быть и в неком энергетическом балансе. Но исходя из нашего окружения, я вижу, что люди стараются не злоупотреблять и выпивать классические какие-то минимальные напитки, чтобы поддерживать себя в ресурсе. За ближайшие 3 дня я действительно не увидел ни одного человека, который себя плохо вел, либо был в ума пьяный. Это нормальная текущая рабочая обстановка. Да я не могу сказать, что я в прошлые годы как-то наблюдал какие-то процессы, что здесь происходили, какие-то пьяные дебоши, извините за уважение. Спасибо большое. Я желаю вам успехов и до встречи в следующем году. Обязательно, спасибо. Это были главные бизнес-тренды. Смотрим следующий сюжет. Мы находимся на полях Петербургского международного экономического форума с очаровательной девушкой, директором пиар-агентства Анной Шумиловой. И поговорим о красоте и о пиаре, конечно, в условиях санкций. И у меня, кстати, вопрос. Сложно ли работать стало в условиях санкций? Или это не отразилось на деятельности вашей? На самом деле я не почувствовала, что это как-то на меня отразилось. Я вот недавно прилетела с Канн, была на Каннском кинофестивале. Конечно же, когда ты сейчас пишешь на аккредитацию на какие-то мировые форумы, стало сложнее. Россию как-то вот в сторонку очень сложно. Надо находить контакты с зарубежных коллег и просить их посодействовать. В этом плане стало тяжелее. Если в плане общения с клиентами, работы с клиентами, то мы, так как работаем в основном со средним и малым бизнесом, то нас это особо не коснулось, потому что все-таки компании, они заинтересованы в развитии. Русский рынок всем очень интересен, несмотря на санкции. Все хотят работать с Россией. Да, большие компании уходят, потому что у них пресекается правительство. Мы сколько общались, что прям рекомендации пишут, чтобы уходили с России. Но все равно люди остаются и так иначе как-то пытаются сотрудничать. И я думаю, просто все понимают, что Россия — это огромнейший рынок, и терять деньги никто не заинтересован, ни одна компания. Так или иначе кто-то ищет выходы, как работать в данных обстоятельствах и ситуациях. Да, расскажите о себе, чем вы занимаетесь, и как вы готовитесь к экономическому форуму, потому что события достаточно важны. Вот мы с мужчинами уже обсудили, как, а вот про девушек не знаем ничего. Мы занимаемся тем, что приводим клиентов в бизнес, масштабируем компании, рассказываем и выводим, в том числе, на международный уровень наши бренды, компании. В общем, делаем там, чтобы клиентов стало у компании больше, и они были платежеспособны, и чтобы ваш бренд действительно был на слуху. Это вкратце, чем мы занимаемся. По поводу форума, честно скажу, первый раз на этом мероприятии. Это отдельная история, сколько надо было усилий сделать, чтобы сюда попасть. Как готовилась, вот я взяла программку форума, я стала понимать, на какие мне секции интересно сходить, на какие неинтересно сходить. Вчера вот выступал Лебедев, как раз таки рассказывали про бренд, про пиар в компаниях. То есть есть такие интересные секции, куда стоит сходить, и я думаю, для любого человека здесь найдется что-то интересное для себя, потому что здесь и экономика, и политика, и, скажем так, маркетинг тоже присутствует. Если брать подготовки к самому мероприятию морально, наверное, и стиль, то я взяла на каждый день образ для дневной программы, и так как мы знаем, что есть вечерняя программа, закрытые вечеринки, вот мы вчера были на вечеринке в ВК, где пел Филипп Киркоров, Тимати присутствовал, поэтому более такой свободный стиль, образ, потому что питерский форум, он все-таки предполагает больше такую деловую часть, то есть днем ты должен выглядеть как по деловому, а вечером уже можно что-то одеть вечернее по наряду, что не такое, скажем так, деловое, больше открытое. Все попали на ВК, но у меня как-то не получилось. Да, это нам, скажем, в последний момент отдали приглашение, проход. Очень классная вечеринка была. Филипп Киркоров представил свой старый новый хит, то есть он старую песню переделал весь смысл, и сейчас она будет звучать новым исполнением. Вчера была презентация этой песни. Цвет настроения синий, Цвет настроения синий, Круче звуки понесла. Цвет настроения синий, Внутри мартинья, в руках пекиньи. Пока всех поили алкоголем, поэтому вечеринка действительно была очень достойная. Спасибо, и давайте немножечко пройдем по вашему образу. Что на вас сегодня? У меня платье, то есть оно с короткими рукавами, поэтому я одела вот сейчас вот пиджак, пиджак с костюма, то есть я взяла с собой брючный костюм, я в нем, кстати, и прилетела, и я просто смиксовала сегодня этот образ, вот, так как сегодня жарко довольно-таки, и когда выходишь на улицу, можно снять пиджак и остаться в платье, то есть вот у меня как бы такой микс образа, чтобы быть и официально, и быть можно на улицу там выйти, пройтись, чтобы было не так жарко. Анна, спасибо большое, было очень интересно узнать, и как вы работаете, и про костюмы, про наряды, и до встречи в следующем году. Да, спасибо большое, обязательно рекомендую приехать на форум, не пожалейте, сама первый раз, понимаю, что надо прям сначала приезжать, и до последнего дня тут много всего, прям не успеваешь даже на стендах походить. Да. А наша программа подошла к концу, и у меня к вам новое домашнее задание. Срочно спешите по магазинам, для того, чтобы к осени обновить свой гардеробчик. Пока-пока! Проведи лучшие моменты жизни в спа-центре отеля «Виктория». Бальсейн, финская сауна, хамам. Косметические процедуры, спа-уходы за лицом и телом, маникюр, педикюр, модные стрижки, окраски, лазерная эпиляция, профессиональный массаж, стон-терапия, солярий. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. Спа-центр отеля «Виктория». Мечтаете о модной и престижной профессии фэшн-журналиста? Я, Ксения Голд, автор программы «Фэшн» и «Сау-Профэшн», приглашаю вас на свой специальный курс, в результате которого вы получите бесценный опыт и международный сертификат. В программу курса входят секреты макияжа перед фото- и видеосъемкой, подбор стиля, умение общаться со звездами и статусными людьми, секреты интервью, техника речи, ну а самое главное – практика на телевидении в программе «Фэшн» и «Сау-Профэшн». Жду вас! Стань звездой вместе с нами! Продолжение следует...